А сейчас об этих и других событиях более подробно. Серьезная проверка знаний. В четверг магнитогорские школьники написали единый государственный экзамен по второму обязательному предмету для получения аттестата – профильной математики. За парты в пяти пунктах проведения ЕГЭ сели 983 выпускника. О том, насколько были готовы перед началом испытания, нашей съемочной группе рассказали и сами ребята, и организаторы экзамена. Вот смотрите, видите это слово? И изи. Вот так мы сегодня будем сдавать ЕГЭ. Просто сдадим, на характере сдадем и изи сдадим ЕГЭ. Ждите у нас в списках 100 бальников в этом году. Сдадим, отлично! Они уверены в своих силах на все 100 и знают, как дважды два, насколько важен им этот экзамен. Сегодня 11-классники магнитогорских школ сдают профильную математику. Каждый из ребят нацелен на результат, от этого зависит их профессиональное будущее. Профильная математика – это единственный вариант поступить в хороший вуз, а с базы никогда уже не берут. А если давать базу, то только дополнительную историю, потому что в МВД берут только и так. Куда? Я вообще в Краснодарский вуз собираюсь. Ну, профильный, понятно, мне для поступления нужен. Хочу как бы на информационную безопасность поступить. Не хочу загадывать, но желательно бы побольше баллов, 70 для поступления. Всегда хочется побольше, но как повезет. Я тоже считаю, что нужно объективно оценивать свои шансы, но хотелось бы 80-70+. Математика – второй из обязательных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Профильную сдают те, кому она нужна для поступления в вуз. Для остальных в пятницу, 3 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня. Ребята сегодня должны будут выполнить задания сложные, потому что профильная математика предполагает наличие части С, где ребята должны представить развернутое решение математической задачи. Сегодня в городе работают 5 пунктов ЕГЭ. Они есть во всех трех районах города. Ребята прибывают в пункты к 9 часам. Процедура ЕГЭ стандартная, обеспечены меры безопасности во всех пунктах, все пункты подготовлены. Никаких средств связи и шпаргалоками не просто нельзя пользоваться, но даже иметь при себе. Кстати, на ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 30 июня, за нарушение правил с экзамена были удалены два магнитогорских школьника. За соблюдением установленного порядка в аудиториях следят не только видеокамеры, но и общественные наблюдатели. В их число, что важно, может попасть любой желающий, достаточно лишь получить аккредитацию. Татьяна Водренкова решила увидеть, что и как происходит на испытании не из праздного любопытства. Ее сын в следующем году выпускается. Успокоить ребенка и успокоиться самой – вот основная цель. Детки все спокойные, ненапряженные. Все, понятно, что все все сдадут, все умнички идут, смеются, улыбаются. То есть нет напряженности. Я так понимаю, у них только, наверное, у нас. В 9.50 для ребят состоялся инструктаж. В 10.00 и ни секунды раньше были распечатаны кимы. Профильная математика – один из самых долгих экзаменов. Его школьники писали 3 часа 55 минут. В этом году в экзаменационной работе 18 заданий, поделенных на две части. Результаты пройденного сегодня испытания участники ЕГЭ узнают через две недели. У несогласных с оценкой будет три дня на подачу апелляции. Основной этап единого государственного экзамена для выпускников школ пройдет с 26 мая по 2 июля, включая резервные дни. В резервные дни будут сдавать экзамены выпускники прошлых лет, которым нужны результаты ЕГЭ для поступления в ВУЗы. Ребята, которые пропустят по уважительным причинам экзамены, а также смогут пересдать обязательные предметы. Те ребята, которые в основной период получат одну недовлетворительную оценку на обязательном предмете. Евгения Солхудинова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.